В США состоялась выставка работ уйгурских художников и фотографов. Некоторые из фотографий и картин Маслом, известного в Европе художника Марвейта Хафиза и американского фотографа Аблики Маамета, представленные на международном симпозиуме по сохранению уйгурской культуры в Вашингтоне на прошлой неделе, вызвали интересы участников и местного сообщества. Работы также были повторно выставлены в уйгурском центре в Фэрфаксе по договоренности Уйгурской ассоциации Америки недалеко от Вашингтона, округ Колумбия, 14 декабря. Снова арестован уйгурский чиновник. Согласно сообщению, опубликованному 18 декабря китайской газеты «Синьцзянь», стало известно, что министр юстиции Восточного Туркестана начал расследование в отношении заместителя секретаря партийного комитета «Синьцзянь» Энвера Сиита на основании серьезных нарушений дисциплинарных норм и закона. Наблюдатели утверждают, что Китай систематически совершал геноцид, заключая миллионы людей в лагеря перевоспитания и тюрьмы под различными предлогами для достижения своей цели полной китаизации Восточного Туркестана. В процессе расследования даже уйгурские официальные лица, связанные с китайским режимом, были под наблюдением по подозрению в лицемерии, взяточнистве и злоупотреблению служебным положением. На самом деле, это была попытка избавиться от лиц уйгурского происхождения на важных постах. Почтили 27-ю годовщину со дня смерти Исы Юсуфа Альптекина. В воскресенье 18 декабря в Стамбуле состоялась поминальная церемония по случаю 27-й годовщины смерти покойного Исы Юсуфа Альптекина, одного из бывших руководителей Восточно-Туркестанского проекта. На церемонии присутствовал профессор Стамбульского университета Муэла Уйду Юджель, заместитель директора Института изучения тюркского мира Стамбульского университета доктора Умер Кул, рассказал о жизни и творчестве Исы Юсуфа Альптекина. Индия направила больше войск в приграничный регион, где сложились напряженные отношения с Китаем. Министр иностранных дел Индии Субрахманем Джайшанкар заявил, что переброшены дополнительные войска в спорный приграничный регион, осложненный напряженностью в отношениях с Китаем. Кроме того, Джайшанкар заявил, что не позволит Китаю в одностороннем порядке изменить статус-кво в приграничном районе. На де-факто контрольной линии, которая обозначает неустановленный участок границы между двумя странами, произошел конфликт 9 декабря, в котором были задействованы обе стороны. Инцидент просочился в СМИ и через три дня был подтвержден властями. Президент Германии Штайнмайер обсудил с президентом Китая Синь Цзиньпином войну в Украине. Сообщается, что президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер обсудил войну в Украине по телефону с президентом Китая Синь Цзиньпином. Согласно заявлению канцелярия президента Германии, Штайнмайер в ходе часовой встречи с президентом Китая Синь Цзиньпином обсудил двусторонние отношения, а также войну в Украине и ситуацию с COVID-19 в Китае. Подчеркнув, что Европа и Китай имеют общие интересы в прекращении войны, уважении суверенитета Украины и выводе российских войск из Украины, Штайнмайер попросил Китай повлиять на президента Путина в этом направлении, используя существующее влияние на Россию. Новое решение о ведении статистики по COVID-19 в Китае. Китай сообщил, что с новым стандартным ведением статистики COVID-19 будут регистрироваться только смертельные случаи, связанные с пневмонией и дыхательной недостаточностью, вызванными вирусом. В Китае Национальная комиссия здравоохранения заявила, что люди, которые умерли от осложнений, таких как хронические заболевания или сердечный приступ, несмотря на положительный результат теста на COVID, не будут включены в официальную статистику смертности.